привет друзья я впервые сейчас попробую сделать прямой эфир фейсбуке facebook live и я хочу во первых поздравить вас с наступающим новым годом давно я не выложил никаких блогов не рассказывал никаких новых мыслей но это из-за того что был сильно сильно загружен ремонтом работы еще какие-то отчеты еще что еще было заболел гриппом со всеми моими детьми и в общем это было непростое время но год в целом хороший и знаете я просто сейчас вспоминаю как я сначала приезжал в россию начал жить здесь в конце 90-х жил в перми и было вот такой такая фраза которая меня удивляла в то время это было но когда я предложил кому-то встретили что-то делать я слышал такую фразу после праздников давайте после праздников и для мне это было удивительная фраза и я сначала не понял но на самом деле после праздников это в некоторых регионах россии после праздников начинается знаете вот еще в октябре вот давай встретимся решим это вопрос пойдем в нотариус заполним какие-то бумаги что-то делаем ну давай после праздников но мне это было удивительно потому что в но на родине на моей вот праздники начинаются 31 декабря заканчивается 2 января еще был я помню в такое такое время когда праздники длились две недели две недели и для меня это тоже было удивительно как как это отдыхать две недели а я решил что у меня есть право работать и поэтому я против этих праздников я старался очень старался работать но знаете у меня не получилось я пробовал день год работы на январских праздниках второй год пробовал третий год ничего не удалось я только раздражал своих друзей и ну и с кем я работал тем что я все время им позвонил во время праздников они же хотели еще мандаринки оливье да есть а тут я говорю давайте поработаем в январе вот ну что я хочу сказать в я еще вот несколько лет назад был в индии и как-то вот работа на фирме на поле там жара такая вот такой жизненный путь у меня что я еще работа на фирме в индии на поле там такая жара а я решил что но все индусы они идут спать днем отдыхают от жары а я думаю что вот у меня вот такое право есть еще работа днем и зайти я решил вот пойти на поле в индии я буду работать днем вот во время жары и тут ну конечно я сразу заполел солнце какой-то удар я потом в постели и понял что если индусы отдыхают днем что мне может нужно следить за их примером и что я хочу сказать друзья что я хочу издать русскому народу и я буду праздновать это январские праздники вместе с вами я буду отдыхать но постараюсь у меня есть какие-то идеи по работе но я постараюсь отдохнуть с вами а в москве а есть по моему какие-то бесплатные музеи я надеюсь что вот а добрусь детьми а в это время и вот я считаю что так прекрасно прекрасно что в россии есть это январские праздники поэтому давайте друзья отдохнем но только чтобы безопасно это все было и в рамках разумного я встречу новый год в этом году не в таиланде не не но я просто вот в кругу семьи дома и то что мне еще понравилось что мне еще понравилось в но в 90-е годах когда я жил в перми еще это то что я всегда смотрел местные новости пермские и там кита вот местные депутаты еще гендиректор птицефабрики еще ну всякие разные они поздравляют всех с новым годом и мне это было так забавно я всегда смотрел с удовольствием как они поздравляют местного населения с новым годом и мне понравилось потому что там есть как бы шаблон как правильно поздравить с новым годом это вот дорогие друзья прошлый год был непростой во на всех были разные вызовы и разные победы но вместе с вами мы достигли успех друзья поздравляю вас с наступающим новым годом счастья здоровья благополучия и всего самого наилучшего вот но как-то так вот это делается и я вас друзья тоже поздравляю с новым годом и надеюсь что вот в следующем году в следующем году несмотря на то что было в этом году надеюсь что надеюсь что в следующем году у вас будет очень интересный год надеюсь что у вас появится какие-то новые идеи и вот все с новым годом друзья пока